Итак, Владимир, поздравляем с победой. Это ваша была первая партия на Олимпиаде, да? Как она прошла? На удивление, так сказать, плавно все прошло, потому что я посмотрел партии соперника. На самом деле он очень талантливый, неплохой шахматист. Недавно там Пономарева обыграл, обыгрывал шестисотников хороших. Очень редко проигрывает белыми. Теорию знает хорошо. Я ожидал такой тяжелой партии. Конечно, хотел играть на выигрыш, но я понимал, что это будет очень непросто. Но как-то мне удалось немножко обмануть в дебюте, и он как-то начал нервничать, мне кажется. Ничего страшного в его позиции не было. Он мог пойти конь G3 вместо конь F4. Конь F4 – очень странное решение. Ну и дальше у меня уже приличный перевес. Может быть, я не самым лучшим образом реализовал, где-то, может быть, это чуть точнее. Но, в принципе, мне кажется, нигде так особо он больших шансов на ничего не имел, мне так казалось. Ну и дальше там был вопрос счета, он еще в Сейт-Нот попал. Ну, то есть, на удивление, была несложная для меня партия. Я ожидал более трудного. Ну, а то, что матч сложный был, это мы ожидали, да. Потому что, мне кажется, вторая команда Грузии, как и третья, они явно недооценены по рейтингу. То есть, они лучше играют, чем их рейтинг. На несколько Олимпиад назад Сергей играл на четвертой доске, а на этой Олимпиаде вы играете на третьей доске. Существует ли какая-то стратегия для того, чтобы иметь сильных игроков на последних досках, чтобы собирать очки? Я не знаю. У нас все решают капитаны команды, тренера. И просто нам объявили вот такую рассадку по доскам. Я сказал, окей, третья, так третья, мне все равно. Ну, так они считают, что так будет лучше. Ну, посмотрим на результат. Ну, я готов на любой доске играть. Но мы, игроки, не обсуждали это. И как чемпион мира вы сами не были удивлены тем, что Магнус Карлсон решил не играть на Олимпиаде? Нет, я как раз считаю, что это естественное решение. Потому что, все-таки, сборная Норвегии, ну, наверное, на медали не претендует. Даже с Магнусом, скорее всего. То есть, только при очень удачном стечении обстоятельств. А все-таки у него скоро матч, подготовка нужна. То есть, я думаю, что Фабиано бы тоже не играл, если бы не сборная США, которая, в общем, претендует на золотые медали. Это совсем другое дело. Поэтому, я думаю, что, ну, наверное, на месте Магнуса я бы так же поступил бы. Именно в такой момент пропустил бы Олимпиаду. Потому что, все-таки, матч на первенство мира очень важен. Это все-таки самое важное. Но у вашей команды таких проблем никогда не было? Нет, ну, иногда бывало. Я пару Олимпиад пропустил, потому что они были или сразу до, или сразу после матча на первенство мира. Было просто из-за графика. Но сейчас, ну, я матч на первенство мира не играю. Поэтому, конечно, без вопросов я играю в сборную России. Мы все-таки, надеюсь, что мы боремся за первые места. Будем бороться. Поэтому, если считают, что я усилю, так сказать, команду, конечно, я играю тут однозначно. Многие наши зрители интересуются, почему не играют Петр Свидлер и Александр Грещук. Можете ли вы как-то прокомментировать? Ну, я думаю, тоже это, наверное, надо спрашивать тренеров команды, главного тренера. Мы не обсуждали состав. То есть, я думаю, есть какие-то причины. Ну, может, шахматные, может, не шахматные. Я имею в виду, что я уверен, что нет никакого конфликта. Это вопрос совершенно не в этом. Но по каким-то соображениям решили вот такой состав взять. Ну, у нас ровная команда в любом случае, скажем так, команда сильная, борется за первое место. Но я как бы тут, я солдат такой, обычный солдат на передовой. Решение тренерского состава не обсуждаю.